Доброго времени суток, дорогие участники марафона по геометрии. Мы начинаем наше первое занятие. Оно будет посвящено повороту. Следующее занятие мы посвятим гомотетии. И финальное занятие будет про поворотную гомотетию. Что нам нужно знать для темы поворот? Нам нужно знать признаки равенства треугольников и, соответственно, какие-то самые простые вещи из движений. То есть какие преобразования плоскости мы называем движениями и какие-то самые простые вещи про них. Итак, давайте приступим. Что же такое поворот? Поворотом вокруг точки O на угол альфа мы будем называть преобразование плоскости, которое делает следующее. Оно каждой точке A ставит в соответствии точку A' такую, что, во-первых, отрезки OA и OH' равны, а, во-вторых, ориентированный угол AO' равен углу поворота. Что я имею в виду под ориентированным углом? Если у нас угол положительный, то мы откладываем его против часовой стрелки. Если же угол отрицательный, мы откладываем его по часовой стрелке. Обратите внимание, пожалуйста, на вот этот очень важный момент. Когда вы делаете поворот, то вот в этой записи от буржуйского Rotate поворот альфа у вас должен быть ориентированным углом. То есть вы должны понимать, что угол у вас либо положительный, либо отрицательный. Итак, давайте докажем, что такое преобразование действительно является движением. Что такое движение? Движение – это преобразование плоскости, которое сохраняет расстояние. То есть что нам нужно сделать? Нам нужно доказать, что при повороте отрезок переходит в равный ему. Давайте посмотрим, как это сделать. Итак, представим себе, что у нас есть точка О – это центр поворота, есть точки А и В. Давайте докажем, что отрезок АВ при повороте вокруг точки О на некоторый угол переходит в равный ему. Ну, давайте совершим какой-нибудь поворот. Я выберу совершенно случайный угол. То есть понятно, что в общем случае мы можем считать, что это некий угол альфа. Итак, давайте повернем точку А, повернем точку Б. И давайте сделаем теперь следующее. Давайте докажем, что на этой картинке отрезки АВ и А'В равны. Итак, из определения поворота мы знаем следующее, что угол АОА' равняется у нас углу поворота, то есть равняется альфа. Давайте это отметим. Итак, угол поворота у нас будет альфа. И давайте соединим отрезки. По определению поворота мы знаем, что отрезки ОА' и ОА у нас одинаковой длины. То есть мы можем отметить, что ОА и ОА' одинаковые длины. Давайте их пожирнее выделим, чтобы лучше было видно. С другой стороны, по определению поворота, угол БОБ' тоже у нас будет равняться альфа. Давайте это поправим. Итак, у нас тоже угол альфа. И мы понимаем, что отрезки ОБ и ОБ' также одинаковой длины. Отметим это. Что у нас тогда получается? Смотрите, мы понимаем, что на картинке есть пара равных треугольников. Давайте мы посмотрим, каких. Итак, у нас есть треугольник АОБ, и есть треугольник А'ОБ'. Что мы понимаем? Смотрите, угол А'ОБ' такой же, как угол АОБ. Почему? Потому что они оба состоят из альфа, и общей части на моей картинке А'ОБ'. С другой стороны, мы знаем, что стороны ОБ' и ОБ равны. Стороны ОА' и ОА также равны. Ну, тогда получается, что треугольник АОБ равняется треугольнику ОА'Б'. По двум сторонам и углу между ними. Ну, а коли это правда, то мы понимаем следующий момент, что отрезок АБ, который при повороте, очевидно, перешел в отрезок А'ОБ', они равны. Эти два отрезка у нас одинаковые, потому что это соответственные стороны в равных треугольниках. Что еще важно заметить? Важно еще заметить, что угол между прямыми АБ и А'Б' у нас будет в точности альфа. То есть, смотрите, как использовать поворот при решении задачи. Во-первых, если вы поворачиваете, вы должны знать, что у вас сохраняются все расстояния, то есть все фигуры переходят в равные им. Во-вторых, если у вас есть прямая и ее образ после поворота, вы понимаете, что между ними угол равняется в точности углу поворота. Ну, и, соответственно, в-третьих, если у вас есть прямые, которые пересекаются под углом поворота, то при повороте у вас одна прямая перейдет в параллельную другой. Ну, то есть это очень важно понимать. Если у вас, условно, были прямые А и Б, между которыми был угол альфа, вы совершили поворот вокруг какой-то точки на угол альфа, то А перейдет в такую прямую А штрих, то что А штрих и Б будут параллельны. Это на картинке очень часто используется, и при решении задач, соответственно, важно это отмечать. Итак, давайте вернемся к некоторым свойствам поворота. Что мы знаем про поворот? Ну, во-первых, обратным движением повороту также является поворот. То есть мы понимаем, что для того, чтобы вернуть всю плоскость назад, нужно сделать поворот вокруг той же самой точки на противоположный угол. Во-вторых, при повороте есть только одна неподвижная точка. Это центр поворота. И очень важный момент. Если поворот у вас не является центральной симметрией, то есть если поворот не на 180 градусов, то в общем случае у вас неподвижных прямых нет. Если же у вас центральная симметрия, то неподвижными прямыми у вас являются те прямые, которые проходят через центр поворота, то есть через центр симметрии. Что еще важно знать про поворот? Важно знать, что происходит, если сделать два поворота. Итак, давайте докажем, что если выполнить два последовательных поворота, то в такой ситуации у вас получится, что данное преобразование можно заменить новым поворотом. Итак, докажем, что композиция двух поворотов будет снова поворот, если углы в сумме не были кратны 360 градусов. Для этого я отошлюсь к некой теории девятого класса, и что нужно знать? Нужно знать следующий факт. Если вы делаете композицию двух осевых симметрий с параллельными осями, то такую композицию можно заменить параллельным переносом. Если вы же делаете композицию осевых симметрий с пересекающимися осями, то ее можно заменить поворотом. При доказательстве нашего утверждения мы воспользуемся обратным утверждением. То есть мы возьмем наши два поворота. Пускай у нас есть поворот вокруг точки B и поворот вокруг точки A. Давайте мы проговорим. И вокруг точки B мы будем поворачивать на угол β, это вокруг точки A на угол α. Причем обратите внимание, при вот такой записи сначала выполняется поворот вокруг точки A на угол α, а потом поворот вокруг точки B на угол β. Утверждение следующее, что такая композиция снова является поворотом. Ну, если точки A и B совпадают, это утверждение очевидно. Ну, понятно, мы крутанули сначала вокруг точки, а потом крутанули вокруг этой же точки на другой угол. Давайте поэтому считать, что A и B не совпадают и докажем это утверждение. Итак, если A и B не совпадают, давайте посмотрим, как доказать, что такая композиция снова поворот. Возьмем точки A и B. Вернемся к нашей картинке. Давайте точку O я просто удалю. Итак, пусть у нас есть точки A и B, и мы делаем с вами поворот сначала вокруг точки A, потом вокруг точки B. Давайте сделаем такую историю. То, что я проговорил. Мы возьмем и из точки A проведем прямую под углом α пополам. Обратите внимание, угол E, A, B я буду считать углом, равным α пополам. Почему? Ну, зачем мне нужны именно α пополам? То, что я говорил. Композиция двух осевых симметрий с пересекающимися осями – это поворот. А вокруг, на самом деле, точки пересечения этих прямых, и на угол в два раза больше, чем угол между прямыми. Поэтому, если у вас на этой картинке вы сделаете осевую симметрию сначала относительно прямой E, а потом относительно прямой AB, то это все равно, что сделать поворот вокруг точки A на угол α. Абсолютно аналогично. Мы отложим прямую BE. Мы построим такую, что угол A, B, E у нас будет β пополам. Обратите внимание, α и β – это углы поворота. Тогда получается следующая история. Теперь, если я сделаю сначала отражение относительно прямой AB, а потом относительно прямой BE, то в такой ситуации у меня получится, что это преобразование можно заменить поворотом вокруг точки B на угол β, то есть в два раза больше, чем вот эта β пополам. Тогда смотрите, что получается. Итак, у меня были два поворота вокруг точки A на угол α, вокруг точки B на угол β. Я провел прямые OA и OB так, чтобы угол OAB был α пополам, угол OAB был β пополам. И тогда я утверждаю следующее, что композиция двух таких поворотов – это композиция с симметрией сначала относительно прямой OA, а потом относительно прямой OB. Действительно, почему это так? Ну, давайте посмотрим. Пускай у нас прямая, которая проходит через A и B, будет прямая L. Прямая OA – это будет, соответственно, А малая, а прямая OB – это будет B малая. Тогда смотрите, что получается. Поворот вокруг точки A. Я могу заменить осевыми симметриями относительно прямой A и прямой L, а поворот вокруг точки B я могу заменить симметриями относительно прямой L и прямой B. Но тогда вот эти две симметрии L по центру, они у нас сокращаются. Остаются только симметрия вокруг прямой A и симметрия вокруг прямой B. Но давайте посмотрим. Получается, что были повороты. Вместо них мы написали четыре осевых симметрии. А вместо этих четырех осевых симметрий две из них относительно прямой AB сократились, и остались только симметрии относительно прямой OA и симметрии относительно прямой OB. Но мы понимаем снова, что симметрия относительно двух пересекающихся прямых – это будет снова поворот. Причем мы понимаем, поворот на какой угол. Этот угол будет внешним для треугольника ОАБ. То есть мы на самом деле будем поворачивать вокруг точки О на вот такой уголок, который, очевидно, является суммой альфа пополам и бета пополам. То есть вот этот гамма, который у нас есть, он на самом деле сумма альфа пополам и бета пополам. Но так как композиция двух осевых симметрий – это поворот на угол в два раза больше, чем угол между прямыми, то получается такое преобразование плоскости – это композиция двух осевых симметрий, которая заменяется поворотом на угол 2 гамма. А 2 гамма – это, соответственно, в два раза больше, чем альфа пополам плюс бета пополам, то есть альфа плюс бета. Получается, что вместо двух своих поворотов я сначала выписал 4 симметрии. Из этих 4 симметрий 2 сократились. И осталось только 2 симметрии, которые снова являются поворотом. Когда эти 2 осевые симметрии не будут являться поворотом? Тогда, когда точка O не существует. Что значит точка O не существует? Что прямые OB и OA параллельны. Но если бы прямые OB и OA были бы параллельны, то углы α-пополам и β-пополам были бы односторонними при параллельных прямых. Ну а как мы знаем, односторонние углы при параллельных прямых в сумме дают 180 градусов. Но тогда получается, что α-пополам и β-пополам в сумме были бы 360 или кратны 360. То есть обратите, пожалуйста, внимание на вот этот очень важный момент, что композиция двух поворотов – это снова поворот только в ситуации, если α-плюс β не кратны 360 градусам. Потому что если они будут кратными, то тогда у вас односторонние углы будут в сумме давать 180 градусов, прямые будут параллельными, а композиция относительно параллельных прямых осевых симметрий – это и параллельный перенос. Итак, вот такое страшное доказательство, страшная теорема, но что нужно запомнить? Нужно запомнить, что если вы делаете какие-то повороты последовательно, то их всегда можно заменить одним поворотом. Ну и давайте приведу пример задачи, которая очень легко решается поворотом. И, собственно, после этого вы можете приступать к решению листа. Давайте решим такую задачу. На отрезке АЕ по одну сторону от него построены равносторонние треугольники АВС и СДЕ. М и П – середина отрезков АД и БЕ. Докажите, что треугольник ЦПМ равносторонний. Ну, самое трудное здесь осознать, что у треугольников АВС и СДЕ есть общая вершина С, и построить картинку. Давайте построим картинку. Итак, вот у нас есть наш отрезок АЕ, у нас построен равносторонний треугольник АВС, у нас построен равносторонний треугольник СДЕ. Точка М – это середина отрезка АД, точка П – это середина отрезка БЕ, и нас просят доказать, что ЦПМ равносторонний треугольник. Но давайте на этой картинке сделаем поворот вокруг точки С на 60 градусов. Что у нас тогда произойдет? Смотрите, при повороте вокруг точки С на 60 градусов точка B у нас переходит в точку A, потому что треугольник ABC равносторонний, просто из определения поворота. Точка E переходит в точку D, тоже потому что треугольник CDE равносторонний, и по определению поворота точка E переходит в точку D. Но тогда получается, что отрезок BE переходит в отрезок AD. Что мы понимаем? Мы понимаем, что раз отрезок BE переходит в отрезок AD, то точка P при таком повороте переходит в точку M. Середина отрезка BE переходит в середину отрезка AD, потому что поворот сохраняет расстояние, а значит середины переходят в середины. Но тогда получается, что если мы посмотрим на треугольник PCM, у нас точка P переходит в точку M. Точка C остается на месте, потому что это центр поворота. Тогда получается, что отрезки CP и CM у нас равны. И при этом угол между ними 60 градусов, так как мы поворачивали на 60 градусов. Но тогда треугольник CPM у нас равнобедренный с углом 60. Ну а мы знаем, что такой треугольник является равносторонним. Вот был пример задачи, как при помощи поворота можно ускорять решение. То есть понятно, что эту задачу можно всегда решить равными треугольниками. Но равные треугольники – это на самом деле возврат просто к доказательству того, почему поворот является движением. Соответственно, сейчас приступайте к выполнению листов. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!